здравствуйте уважаемые друзья продолжим с вами тематику зимних мушек перед вами один из вариантов который уже не один год мной был опробован но скажу откровенно меня он не совсем устраивает хоть в таком варианте хоть пожалуйста в таком варианте у нас получается так или сразу есть поклевки или вообще нет рыба крайне осторожно относится к таким мушкам я в свое время изготавливал несколько вариантов другого типа используя вот такой будем говорить смысл я покажу вам мушку которую практически прошла контрольное испытание но желательно еще чтобы было проверено на пруду я взял крючок тимка 200р номер крючка взял специально на порядок больше потому что сделали наборку из вот таких стеклянных бусинок можете сделать наборку как я уже показывал из пластмассы из стекла другого какую вы выберете я просто сейчас вам покажу саму идею а вы уже потом будете ее для себя воплощать в жизнь нам для начала понадобится с вами закрепить перо как обычно и желательно чтобы у нас было вот такое вот я покажу перышко величину его для себя его бородок подберете сами то есть какое для вас больше будут подходить учитывая то что желательно выбрать бородки сразу я при вас начинаю подбирать и теперь нам необходимо вот на месте где я закрепил нить и немножечко промазал клеем чтобы моя нить никуда не ползла я должен закрепить вот так перышко чтобы моя бусинка нормально налезла на это перышко вот так и на место крепления нанесем буквально маленькую капельку лака или клея значит дальнейшем нам желательно использовать качественный хороший клей который работает очень не очень быстро желательно вот такого плана если вы сможете купить и гелевый он значительно дольше работает чем этот клей ну при соответствующих навыках вы сможете работать и таким клеем значит нам надо немножко подождать пока буквально совсем чуть-чуть прихватиться наше перо и нам с вами необходимо приблизительно вот мы посчитаем сколько нам необходимо можете ниткой пройти и здесь же сделаем дабинговую петлю пока клей наш не схватился потому что нам бугорочки с вами здесь не нужны вот так и шарик наш надо будет приклеить теперь нам нить мы свою убираем в сторону вместе с пером нанесем еще капельку клея и обязательно не торопитесь необходимо ждать пока все хорошо подклеится от этого зависит и дал долговечность нашей мушки ну и понятное дело качество изготовляемой наши нами приманки и теперь аккуратненько вот так наш стеклянный шарик задвинем подождем пока склеится клей наш уже прихватился и теперь я вам покажу то о чем я немножко упустил при наборке желательно делать наборку бусинок так чтобы оставалось приблизительно полторы есть на первый раз если вы допустим не делаете или как я буду изготавливать еще одну мини такую еще гусеницу уже в два раза меньше я покажу совсем другой вариант ну естественно видите они все не закреплены и для небольшой огрузки еще дополнительно так как наше стекло тоже имеет вес я поставил латунный шарик теперь нам с вами необходимо взять передержатель берем вот так натяжку и перо и нашу дабингову петлю которую мы сделали натягиваем хорошо и перехватываем в одном месте и нитку и наше перо и начинаем все это скручивать то есть мы с вами армируем наше перо подкрутили должна выйти вот такая немножко не симпатичная веревочка удерживаем ее все время пока не закончим наматывать берем наш клей и совсем-совсем немножко стали желательно почему я вам говорил использовать качественный клей или вы нам необходимо вот так раздвинули сделали раз сделали два сделали три сделали 4 и сделали 5 и теперь нам необходимо с вами очень очень быстро не отпуская наше перо выполнить одну обмотку вот так раз подвинули на шарик удерживаем ноготком выполняем вторую обмотку раз подвигаем третий шарик выполнили целую обмотку подвинули опять шарик опять выполнили целую обмотку и так доходим до нашего до нашего блестящего И здесь, друзья мои, теперь мы можем спокойно отпустить нашу даббинговую нитку, выпутать ее из пера. И уже расправив хорошо наше перо, убираем нитку. Выполнить буквально, ну вот сколько у вас выйдет, для того, чтобы мы могли заполнить оставшееся место, которое у нас осталось между шариками. Два, два, три, три, сколько выйдет оборотов. У нас с вами теперь все подклеено и остался у меня вот кусочек моей даббинговой нитки. Теперь я делаю следующую операцию. Я не креплю еще одну нить, беру, промазываю нашу нитку и проматываю теперь уже так, чтобы очень хорошо пройти, переворачивая, перекидывая наше перо этой ниткой. Вот столько будет вполне достаточно, можно все уже отпустить и все окончательно уже подрезать. За счет нашего клея все очень хорошо будет держаться. Вот так. Как вы видите, совсем немножко ушло нашего пера. Если вы захотите, допустим, выполнить большую лохматость, без вопросов, выберите больше перо. Если перо по каким-либо причинам, ну вот вы, допустим, возьмете перышко, оно у вас, ну вот такое. Можно спокойно подровнять вот так все бородки, какие у вас имеются. Главное, чтобы было по длине. И потом спокойненько их подстричь. То есть у вас точно так же выйдет хорошая опушка. Но я в следующем фильме вам покажу, как изготавливать вот другой вариант, такой же гусениц. Там несколько будет проще. Вот и все, друзья мои. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.